Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Продаются двухкомнатные квартиры в жилом комплексе «Солнечный», расположенном в курортной зоне города-курорта Анапа, в непосредственной близости от моря, в тихом и спокойном месте. Компактные и удобные планировки квартир, благоустроенная дворовая территория, уникальное соотношение цены и качества строительства. Пионерский проспект 255-2, телефоны 48300 и 48333. Партнер программы новости – магазин «Випарт». Нам, женщинам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новое платье. Модная верхняя, деловая и вечерняя женская одежда в магазине «Випарт». Теперь мы по новому адресу. Анапа, торгово-развлекательный центр «Алиса», первый этаж. «Випарт» – клуб настоящих модниц. Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион в студии Ирины Меркурьева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. В администрации города прошли публичные слушания по проектам плана социально-экономического развития и бюджета города. Единый портал Госуслуг. Как зарегистрироваться и получить доступ, не тратя время на очереди. В сквере боевой славы в Анапе прошел митинг, посвященный Дню памяти погибших воинов. А сейчас обо всем подробнее. В Министерстве курортов и туризма Краснодарского края подвели итоги краевого конкурса «Курортный Олимп-2014». Церемония награждения победителя конкурса «Туристской индустрии» прошла в Краснодаре. Анапчанам покорились 11 позиций «Курортного Олимпа». В 10-м юбилейном краевом конкурсе лидеров туристской индустрии «Курортный Олимп» на звание лучших претендовали сотни участников. В этом году подано рекордное количество заявок. От имени губернатора Краснодарского края Александра Николаевича Качева хочу вас поприветствовать на нашей юбилейной 10-й церемонии вручения наград конкурса «Курортный Олимп». В этом году на конкурс было подано рекордное количество заявок. Это говорит о том, что все наши предприятия, все наши территории курортные стремятся улучшить качество и быть первыми. Это очень хороший показатель. Кроме того, я вижу и мы все видим, что наши курорты богаты профессионалами и настроенными людьми на победу. Я благодарен всем территориям, потому что все выполнили ответственные задания в этом году фактически на пятерку. Курорты были заполнены очень хорошо. И в первую очередь я хотел бы поблагодарить глав муниципальных образований, которые зачастую в критической ситуации справлялись с поставленными губернатором задачами. По традиции и 10-я церемония не стала исключением награждения провели кавенщики уездного города. Мы начинаем ежегодную церемонию. Награждение лучших курортов Краснодарского края. Курорт Олимп 2014. Поаплодируйте сами себе. По итогам конкурса анапчане стали лучшими в десятке номинаций. Лучшим поваром назван Евгений Кухаренко, работающий в пантеанате Ривьера. Звездный час наступил и для Галины Шевцовой, сотрудницы санатория «Старинная Анапа», которая трудится на предприятии вот уже 7 лет. Вы знали, что займете первое место? Нет. А откуда тогда этот красный аромат на груди? Подготовили. Подготовили, все-таки так предполагали, что что-то. Спасибо огромное моим руководителям. Спасибо огромное нашему жюри. И, соответственно, гостям, которые приезжают на наши курорты, это наши самые лучшие судьи, наши лучшие жюри. Лучшим экскурсоводом признана Елена Машонина компании «Вояж». Предприятие «Сибур-Юг» занимает вторую позицию в номинации «Лучшая детская здравница». В номинации «Лучшая туристская экскурсионная организация» – третье место у анапской фирмы «Рич». Лучший муниципальный пляж и первое место у центрального городского пляжа Анапы. Награду получил руководитель МУПАКУ Дмитрий Попандополо. Лучший кемпинг и третье место у Витязевского кемпинга «У моря». Лучшим санаторием курортный Олимп определил санаторно-курортный комплекс «Делуч». Награду получила генеральный директор, герой труда Кубани Вера Стефановна Севрюкова. Участников и гостей курортного Олимпа приветствовал председатель комитета по санаторному комплексу и туризму Алексей Черняк. Почетный гость из Республики Крым. Слова благодарности от Республики Крым за приглашение сегодня здесь быть, выступать перед вами на сцене. Мы с вами все не конкуренты, мы с вами все партнеры. И сегодня я еще раз убедился, насколько у нас одинаковые и проблемы, и трудности. И самое главное, одинаково замечательные люди, которые создают настроение, которые дарят здоровье, эмоции и успех. Я всех вас поздравляю с сегодняшними наградами. В номинации «Лучшее средство размещения» три звезды на втором месте в крае Анапа «Океан». Второе место в номинации «Отель пять звезд» у анапского отеля. В администрации города прошли публичные слушания по проектам плана социально-экономического развития и бюджета муниципального образования на 2015 год и на плановый период до 2017 года. Для широкого ознакомления населения с будущими нормативно-правовыми актами, проекты решений, объявления о назначении, дате, времени и месте проведения слушаний и порядок участия жителей в них в тот же день были размещены на официальном сайте администрации и опубликованы в общественно-политической газете «Анапское Черноморье». В оргкомитеты по проведению публичных слушаний в установленный законом срок поступило одно предложение и одна заявка на выступление, которое будет учтено при уточнении бюджета. Участники слушаний заслушали докладчиков и экспертов. По итогам публичных слушаний принято решение о внесении на очередную сессию Совета муниципального образования город-курорт Анапа проектов решений Совета об утверждении индикативного плана социально-экономического развития и о бюджете муниципального образования город-курорт Анапа на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов в уточненном виде. В памяти героям, павшим в вооруженном конфликте в Чеченской республике. В сквере боевой славы в Анапе прошел митинг, посвященный Дню памяти погибших воинов. Алыми пятнами на черных пальто и кадетских шинелях гвоздики. На лицах пришедших ни капли дождя, слезы. Горькие слезы матерей, чьи ребята не вернулись с полей сражений. 20 лет памяти, 20 лет боли и горя. Почтить память погибших во время Чеченской войны и боевых действий в Афганистане пришли школьники, кадеты, молодежь, ветераны, матери погибших, руководители муниципального образования. Глава курорта Сергей Сергеев обратился к матерям погибших героев. Мы сегодня вспоминаем людей, которые, защищая Родину, целостность и неприкосновенность нашего государства сложили жизнь на территории нашего же государства. Это молодые люди, которые еще жить и жить, рожать детей, строить, украшать и оберегать нашу Анапу. Ваши дети сложили свои головы низко. Искренне благодарю всех, кто сегодня пришел на это травмное мероприятие. Отдать дань уважения погибшим, посмотреть и отдать дань уважения стоящим рядом с вами. Спасибо вам, дорогие друзья. Здоровья вам, всего самого-самого хорошего, мирного неба над головой. 22 молодых парня из Анапы не вернулись из чужой земли. Но гибель этих ребят не была напрасной во имя мира. Именно многих из них сегодня носят улицы Анапы. Не зря ребята положили свои жизни. Скупо и, может быть, как-то звучат воинские сводки, когда говорят, что победа обеспечена, операция завершена, потери незначительные. А когда эта потеря единственная сетка. Поэтому, конечно, это даже если не единственная. Мы гордимся нашими героями. И от имени Анапского городского совета ветеранов мы преклоняем колени перед павшими и искренне благодарим родителей, что они воспитали людей, преданных флагу, отечеству, которые всегда имеют право сказать, честь имею. Нет ничего страшнее, чем пережить собственного ребенка. Эта боль не проходит. Материнское сердце будет вздрагивать каждый раз от звонка в дверь и понимать, что сын не вернется. И в наших силах только быть им благодарными за то, что они вырастили настоящих мужчин, готовых отдать жизнь за миллионы других жизней. Ты не знаешь, что больнее. Как мы чувствовали себя в тот день, когда получили похоронку. Когда было страшнее. Тогда мы просто еще не осознавали, что самое страшное слово в нашей жизни – это слово «никогда». Никогда сын не постучит в дверь, не позвонит и не скажет «Мамочка, извини, я задержался». Наши дети были героями и остались ими. Пока мы помним, дети наши живут. Спасибо всем за то, что вы пришли на этот митинг, что вы показали нам, родителям, у которых неизбывное горе, что их детей помнят. Погибших героев почтили минутой памяти. Александр, настоятель храма преподобного Серафима Саровского, отслужил по ребятам панихиду. Пунцовыми гвоздиками, венками покрылись памятники и вечный огонь. Анапчане принесли частичку своей души. Глава курорта вручил памятные награды воинам. Я служил в Чеченской республике Хангала. В принципе, я почти отслужил свои два года. Тогда два было. За месяц до дома я получил ранение. Самое страшное было думать о том, что подумают родители, если я не вернусь. То есть, как они будут к этому, что с ними будет. Ну и в общем, эта мысль нас и вернула. Это моя первая награда. Нас так не наградили там. В общем, там не до наград было. Надо было просто вернуться. Подрастающее поколение приняло эстафету. Я разводящий, только ставлю смену. А вот они стоят на посту номер один. Гордость за русскую армию. Воевали в Афганистане, в Чечне. Не забоялись. Смерть неумолимой забирает лучших. Но жизнь продолжается. Жизнь, ради которой сложили головы сильные и мужественные. Навыки оказания помощи и спасения людей из многоэтажных зданий отработали спасатели нескольких служб. Учения прошли на базе пансионата «Высокий берег» в Анапе. Пансионат «Высокий берег». Четвертый этаж у нас в 406 номере. Возгорание. 135 человек у нас. Через пару минут после сообщения о пожаре к месту возгорания прибыли представители Федеральной пожарной охраны и Муниципальной службы спасения. Приехала бригада скорой помощи, инспекторы Анапской роты ДПС и представители НЭС Горэлектросети. По легенде учений в здании находились люди. Прибывшие силы и средства спасения направили на организацию поиска и спасения заложников огня и дыма. Такие учения отрабатываются постоянно. Это были контрольно-проверочные учения. Данное учение проходило на здании пансионата «Высокий берег». В учении принимали участие силы и средства Анапского гарнизона. Целью данных учений в первую очередь была отработка действий пожарных подразделений, служб города по тушению пожара и проведение аварийно-спасательных работ на высотных зданиях. В этой работе нет мелочей. Выезд на пожар организован так, чтобы сберечь каждую секунду. Когда в пожарную часть поступает сигнал тревоги, у бойцов есть 20 секунд, чтобы надеть спецодежду. Потом выезд и спустя пару минут они уже на месте происшествия. В среднем машины прибывают на вызов за 5 минут и сразу приступают к действиям. От оперативности действий огнеборцев, их точных решений в критической ситуации, зависит и успех пожаротушения, и самое главное – жизни людей. Не допустить трагических последствий в случае возникновения реального пожара – главная задача таких тренировок. В ходе учений были отработаны навыки спасения людей. В целом учения прошли на оценку, можно отценить на оценку «хорошо». Профессия пожарного – одна из самых сложных в мире. Бесстрашие умение подниматься по выдвижной лестнице, пользоваться противогазом, двигаться в густом дыму, бегать, прыгать, поднимать тяжести и в каждое мгновение быть готовым рискнуть своей жизнью, чтобы спасти другую. И к другим темам. Получить доступ к государственным и муниципальным услугам стало проще. Воспользоваться единым порталом может каждый пользователь сети интернет. Проверить штрафы и задолженности, записаться на прием к врачу, даже не выходя из дома. О том, как работает система, расскажем прямо сейчас. Регистрация на портале занимает не более 10 минут. Стандартные данные, фамилия, имя, отчество, паспортное сведение, номер телефона и номер СНИЛС. Вот весь перечень документов для регистрации. Система проверяет нового пользователя. Это занимает несколько минут. И доступ к порталу государственных, краевых и муниципальных услуг открыт. Портал госуслуг был создан для удобства населения, которые могут получить свои услуги в электронной форме. Это как обращение в налоговую службу, узнать свои задолженности по налогам, узнать свои штрафы, подать заявку на оформление нового паспорта, загранпаспорта. Также можно записаться к врачу. После регистрации на сайте портала в здании МФЦ берем талончик на прием к специалисту. Тут все просто. Выбираем в меню терминала госуслуги и проходим верификацию у специалиста. И все. После простой процедуры регистрации, не сложнее, чем завести электронный почтовый ящик, услугами можно пользоваться онлайн, не выходя из дома. Перечень услуг и возможностей единого портала постоянно увеличивается. Кроме того, пользоваться услугами и записываться на прием можно, даже если нет компьютера под рукой. Кроме того, можно воспользоваться единым порталом государственных услуг при помощи приложения, которое можно скачать на мобильный телефон, и зайти также со своего логина и пароля, чем можно тоже так же и воспользоваться, не имея при себе компьютера. Время очередей сменила пора дефицита времени. И в таких условиях единый портал госуслуг выступает как верный друг, работающий во всех учреждениях и готовый помочь в любое время суток. И это все новости на сегодня. Далее прогноз погоды. В пятницу 12 декабря в Анапе облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем плюс 10, 12 градусов, ночью до 9 градусов тепла. Ветер переменный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 8 градусов. Далее блок полезной информации от партнеров программы. Производственного предприятия «Меркурий-2» и магазина «Випарт» в торговом центре «Алиса». Поступила новая коллекция одежды к Новому году. Платья вечерние и на каждый день. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Продаются двухкомнатные квартиры в жилом комплексе «Солнечный», расположенном в курортной зоне города-курорта Анапа, в непосредственной близости от моря, в тихом и спокойном месте. Компактные и удобные планировки квартир. Благоустроенная дворовая территория. Уникальное соотношение цены и качества строительства. Пионерский проспект 255-2. Телефоны 48300 и 48333. Партнер программы новости – магазин «Випарт». Нам, женщинам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новое платье. Модная верхняя, деловая и вечерняя женская одежда в магазине «Випарт». Теперь мы по новому адресу. Анапа, торгово-развлекательный центр «Алиса», первый этаж. «Випарт» – клуб настоящих модниц. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова